Не все знают про то, что 4 декабря день заказа подарков и написания писем Деду Морозу. Во многих странах мира с 4 декабря начинается активная работа в почтовых отделениях по отправке писем Санта Клаусу, Деду Морозу. Ну короче, своему, седовласовому чудотворцу, который исполняет все заветные желания. 4 декабря открывается специальное почтовое учреждение, где все дети и их родители могут отправить письма со своими пожеланиями получения долгожданного подарка. Дата для праздника выбрана вполне логично, ведь скоро Новый год. Все люди в предвкушении чудес и торжества, подарков и сюрпризов. Везде начинается подготовка к празднику, и наступило время загадывать заветные желания и писать письмо Деду Морозу. Ведь этого промежутка времени с 4 по 31 декабря хватит, чтобы письма дошли до своего адресата. В России, в резиденции Деда Мороза, расположенной в Великом Устюге, есть даже отдельное здание для хранения пришедших сюда детских писем. Надо особо отметить, что письма Деду Морозу пишут не только дети, но и взрослые. Вы же понимаете, никогда не поздно верить в сказку. Но вне зависимости от того, кто и когда написал письмо, Дед Мороз ко всем посланиям относится очень внимательно и отвечает на все письма. Главное, чтобы был указан точный обратный адрес. А вот Санта-Клаус живет за полярным кругом в Лапландии, который с 1984 года официальным решением ООН провозглашена землей Санта-Клауса. А сейчас остановитесь на мгновение от множества своих дел и проблем. У нас с вами есть время подумать о том, какое заветное желание необходимо загадать для предстоящего 2019 Нового Года. Вы ведь знаете, все заветные желания обязательно исполняются.